Массовые народные волнения – весьма распространенное явление для Ирана. О том, что или кто стоит за нынешними протестами, мы поговорим с иранским экспертом из Берлина Амиром Чахаке. Амир, здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. Конечно, очень животрепещущая тема, так скажем, каждый день мы за ней следим. Следим, к чему приведут эти протесты. Как известно, они начались 16 сентября после гибели 22-летней Максы Амини. Но какова истинная причина этих демонстраций, что на самом деле кроется за народными волнениями, на ваш взгляд? Руслан, я заранее прошу прощения за возможные эмоциональности в моих высказаниях. Но могу сказать, что еще вчера вечером до поздна продолжалась демонстрация во всех городах Ирана. Звонки мне были, видео, фото. Теграни, юги Теграни, центральные части, западные, восточные части. Если в начале демонстрации начали юниши, 16-летние девушки, мальчики, сейчас уже состав другой, и можно видеть на улицах и 40-летние жители Ирана. Но главное, что, уважаемый Руслан, главное, что действительно народ недоволен государством, народ недоволен, как живет, народ недоволен, как продолжается годами экономический кризис, непонятные внешние политики, внутренние политики, большая коррупция. Но хочу подчеркнуть насчет женщин. Я хочу сказать, что иранская культура и иранская культура внутренних обществ сильно отличаются и отличались от культуры соседних стран. И никогда женщины не приняли обязательное ношение хиджаба, закон об этом, и после эволюции. Но были тогда единства. Народ доверял государству. Народ ближе к государству. И за это они больше терпели. И надо сказать, что 16-летние, 17-летние, 20-летние женщины, когда родились, не в шахские времена, они родились при Исламской республике. Они ходили в эту школу. Когда я учился, у меня была другая литература. А сейчас, когда они учились, все, что хотело государство исламское, так и обучало. Пожалуйста, результат. Они не хотят жить, так диктует государство. Нельзя только путать, что если, допустим, экономическое улучшение будет, требования женщин уменьшаются. Нет. Действительно, большинство женщин, большинство мужчин против законе ношения хиджаба. Агаймир, есть мнение, что иранское общество очень ждало того, как будут развиваться переговоры по ядерной сделке в Вене. Судя по последним сообщениям, эти переговоры зашли в тупик. Насколько действительно консультации в Вене влияют на настроение в иранском обществе? Действительно повлияло. Действительно, когда были новости о том, что вот-вот будет подписан договор в Вене, настроение общества улучшалось, даже более весело себя вели и больше терпили тоже государство. Если чуть-чуть назад вернемся, когда Трамп ушел из сделки, однострадный порядок перед домом ушел из атомной сделки, естественно, большинство людей согласны были с ним вести переговоры, но безнадежно было тогда. И по указу Айатулла Хамминеи никакого прямого переговора с Трампом невозможно было. Надежда была на Байден. А как Байден, то есть, я могу сказать, народ больше надеялся на Америку, чем на своего государства. А после этого тоже продолжалась непонятная политика. Я считаю, что сейчас Байден тоже не торопится уже подписать. И это, как говорят, гибли надежды, естественно, развивает депрессию общества. На фоне депрессии люди тоже, реакция, более жестокая реакция. Вот мы видим, что стички между полициями и людьми, причем таких раньше, Руслан, я не встречал, даже в шанских временах такого не было. Это действительно может быть поторопить государство подписание этих событий атомной сделки. Отсутствие надежды на будущее ухудшает, конечно, и отношение со стороны людей к государству. Айамир, какие сегодня есть все-таки пути решения сложившегося кризиса? Что власти Ирана могут сделать для того, чтобы протесты прекратились и прекратились все-таки мирным путем? Руслан, давайте так скажем. И что должен делать, и что и будет делать. Вот, к сожалению, прогноз нехороший у меня. И что должен делать? Отменить, распустить, упразднить назидательный патруль, полиция неравов. И должен либерализацию делать по хиджабу. Надо отменить закон о хиджабе. Вы знаете, по этому закону можно каждый день арестовать сотни женщин. Не думайте, что Макса Амини не была, как они хотят. Нет, Руслан. Она одета была правильная. Она была мантова. У нее была закрыта голова. Но так, можно сказать, строгость этого закона позволяет этих милиционеров как хотят, так и относиться. Надо отменить, естественно, улучшение политической ситуации, свободное слово, и давать людям высказаться. За три дня, четыре дня появились дебаты телевидения, кстати. И когда уже некоторые политики в Иране открыто критиковали, и все видели. Это движение положительное. Но что будет? Я думаю, такое будет ослабление, что полиция неравров находится больше внутри. Эти мини-автобусы на изразительные патрули будут находиться в паркингах. Будут какие-то дебаты продолжаться в телевидении. И потом выходят, якобы, миллионы людей поддержат государство и начнут тоже подавлять. Я так думаю, будет затихаться. То есть это не будет свержение государства. Это тоже иллюзия. Некоторые оппозиции считают, что вот-вот продолжается, будет революция. Будет подавлять людей, но будут какие-то реформы, чтобы ослабляться, и чтобы общество более спокойно относилось дальше к политике государства. Будем надеяться, что все-таки нынешний кризис разрешится мирным путем и без человеческих жертв. Спасибо вам большое. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого доброго и хорошего дня. Напомню, массовые протесты в Иране мы обсуждали с иранским экспертом из Берлина Амиром Чахаки.